алмаз 488 11 минут назад задал вернее комментарий но вообще-то вопрос задал на ответы вопроса от 15 октября про популярную инфекцию источник и переносчиков которые не нашли в дикой природе одни догадки ученых и врачей а чё и знаете догадки и так далее ученых и врачей а чё там там догадываться я буквально таки вот сегодня сегодня буквально таки вечером сегодня по россии 24 смотрел передачу о том как ученые лабораториях выводят разного рода переносчиков самых различных заболеваний а именно там рассказывалось о комарах что комар который переносит желтую лихорадку и так далее так далее вот их начинают выводить там контейнерики и так далее то есть огромное количество лабораторий во всем мире занимается такой ерундой плюс они там восстанавливают значит вот это кого-то чуму так что ждите кстати от чумы березовый дюгать чтобы вы сразу знали что используют вот это все грубо говоря бактериологическое оружие для того чтобы 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 как раз делать геноцид и там как раз это все говорилось вот 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 найти приводились там какие-то справки то все пятое десятое вот чем занимается а и одного спрашивали основного как бы ученого он говорит ну этим в основном занимаются те люди которые естественно хотят денег и которые потеряли по тем или иным соображениям престижную работу в лабораториях допустим в америке но они согласны работать вот над вот этими темами плюс им дается как бы сказать возможность там вот это вот еще что-то там грубо говоря творить самостоятельно на эту примерно тему плюс там они еще вот это вот стараются геномы там поменять а потом смотрят а что ж будет что будет там так далее этого подобного так что ничего тут такого нету как говорится все тайно давным-давно явно для тех кому надо поэтому не не одни догадки ученых и врачей а грубо говоря геноцид с помощью биологического оружия сейчас пока все это там где-то делается разрабатывается ну уже и опробуется не без того значит болел три раза в двадцатом году март июнь июнь-аугуст я болел вот я вам там рассказывал я болел раз у меня так температура то есть все пято-десято ну потом все это как бы прошло немножко жена болела она даже легче перенесла а вот дети сын 40 лет дочь 35 лет ух их перетряхнуло очень очень и очень сильно где-то так даже на пороге так это был рекорд для меня самое трудно это восстановление психи и психологическое состояние не знаю психологическое состояние то что вы болели в смысле для вас это явилось как как бы сказать потрясением но ведь это делают такую заразу что что чтобы она вот несмотря на ведение здорового образа жизни умудряются с вас это самое косить так физически выздороветь несложно но выздоровели некоторые там голодание используют суток трое-пятеро когда вот это все только начинается да и как правило организм поднимает защитные свои силы самостоятельно и все это все это сходит на нет но остается психосоматика психосоматика как ее установить вот насчет вот этого я хотел бы конечно вам рассказать что на эти кратко я как коснусь кратко что вот в зависимости от сознания человека вот мы все говорим сознание человека сознание человека да а существует такое понятие как личностный рост личностный рост то есть оказывается сознание может находиться на том или ином уровне вот я сейчас читаю жития святых перечитывают так далее то есть они умудрялись с помощью поста молитвы там затвора и и основную это вот основной пост молитва затвор поменьше общение с окружающими людьми вот поднять личностный рост своего сознания на очень высокий уровень который обеспечивал им защиту от разного рода заболеваний жили практически как по нашим понятиям впроголодь и дикая природа кто-то мыл что-то там мыл ничего там не мыл тем не менее жили не болели и и некоторые доживали до очень большого возраста до 100 лет даже по моему до 140 это вот посмотрите житие петра за первое сентября вот в календаре как православных если все почитаете что он что он сделал вот поэтому личностный рост личностный рост он обеспечивает следующее вы поднимаете не просто информацию своего сознания о чем вы мыслите знаете одно дело о булках мыслю другое дело а тут денег не хватает а тут кто-то тут грубо говоря на мусорил и вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот копаете здесь а вы поднимаетесь на более высокий уровень то есть вы допустим не позволяете кому-либо чтоб ваше настроение понизилась или сбилась то есть чтоб она была несколько возвышенно радостным то есть вы совсем по-другому ощущаете реальность природу и то что в ней совершается вы не оцениваете с точки зрения это хорошо это плохо а вы оцениваете с точки зрения а для чего вам это показывают это это своеобразный жизненный урок с помощью которого вы совершенствуете и все идете выше 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 и выше и выше и в конце концов чтобы вот как раз я там рассказывал о различных процессах которые протекают в нашем сознании и в смысле что там вот мысли мысли они там порождают значит эмоции длительная эмоция это уже настроение вот и и в конце концов бывает значит ну у нас бывает и как бы отрицательные эмоции но тем не менее они возбудраживают нас это какая-то агрессия агрессивная эмоция вот особенно там когда пьер без ухов когда ему там сообщили что ты такой сякой там чуть не убил там свою эту жену ударил там плитой своеобразные там разного рода аффекты и так далее и наконец таки вот этот экстаз когда вы буквально таки сливаетесь с источником творения и в зависимости от опять таки уровня своего сознания вы можете вот находиться как бы сказать знаете как бы сказать в него немножечко залетать получать радость и трудно вообще-то удержать опускаетесь еще выше еще выше еще выше и в конце концов что-то там море там не самадхи когда человек вот погружается вот в это вот состояние абсолютной радости всезнаний и прочее 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 то есть вот вот здесь вот важно понимать какие процессы идут и и поддерживать уровень своего сознания на более некоторых высоких частотах на более высоком уровне и тогда разного рода недуги там препятствий и прочее 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 вы можете просто-напросто их даже не замечать ну вот так вот как-то это уже опять таки индивидуальный рост сколько вы вкладываете вот в это самого себя столько вы начинаете получать и идти то есть это очень интересный феномен значит повышать уровень своего сознания здесь можно и образно-волю и какие-то настрои вот я пою песенку которую не знаю многие из вас поняли или нет которая как раз вот обеспечивает вот этот более высокий уровень за который ты зацепился и на котором ты находишься ветерок играет солнышко искрится тучка по небу медленно плывет как хорошо мне сейчас живется и душа отчасти ликует и поет и душа вот я вроде бы перед вами ну как бы сказать несколько некоторые подумают кривляюсь и так далее вот чем меньше у вас будет разного рода сомнений чем более естественнее и полнее вы можете себя проявлять проявлять перед окружающими не стесняться сказать что вы что вам понравилось допустим этот человек и как бы сказать за что понравился или просто понравилось или вот чувствуете что что от него там аура отходит или там лучится так далее вот это вот не боязнь раскрыться вот тогда вот психосоматики не будет психосоматика возникает тогда тогда в конце концов мы дошли до этого момента когда у вас имеется зажим когда у вас имеется в вашем сознании вот вы живете вот что-то неприятно что-то неприятно в общении в окружении там в политике в мире еще что-то неприятное это неприятность может очень здорово чувствоваться от легкой какой-то знаете неуверенности там до явной такой знаете вот от которой трудно довольно таки избавиться но тем не менее все можно сделать быть вот таким открытым и тогда тогда энергетика поднимается и вот это вот начинает выражаться она как бы сбрасывается из вас в виде там пение виде каких-то шуток добрых ну где-то вот такого блеска глаз вот вот ну просто хорошо понимаете вот хорошо и все но этого это достигается большим трудом по работе над собой по изучении самого себя потому что был еще самоконтроль который бы вовремя вам говорил а чё этот этот загрустил чего это ты чтобы это разбирали и понимали и еще разок в мире очень много разного рода явлений которые буквально так вот для нас выстраиваются вот понимаете для нас вот это все выстроено вроде как то уйдет все идет крайне неприятно и наши отношения мы это расценим вот это неприятно вот это плохо а вот это допустим хорошо ну на самом деле это я так считаю я не буду вам навязывать свое мнение это просто-напросто вот разворачивается перед вами соответствующая ситуация которая должна чему-то вас научить чему-то вас к чему-то вас побудить чтобы вы изменились и если это все плохое что творится вы сказали бы а мы так не хотим жить и потребовали и набрались бы силы для этого а так ну 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 знаете фраза классика марксизма и ленинизма пролетарии всех стран соединяйтесь она до сих пор самое важное Если бы мы соединились, народ соединился То бункиры бы ничего не сделали А так, слушайте телевизор Игроки на рынке играют нашими судьбами и жизнями Подумайте об этом А ветерок играет, солнышко искрится Тучка по небу медленно плывет Как хорошо мне сейчас живется И душа отчасти ликует и поет И душа отчасти ликует и поет Хорошо как!